Ребята, всем привет! С вами снова Epic Board Shop TV. И у нас сегодня очередной выпуск ответа на вопросы наших телезрителей. На улице уже такая осенняя погода. Самое оптимальное время для того, чтобы ответить на вопросы, пофилософствовать, обсудить какие-то интересные истории. И вот, собственно, такой интересный вопрос. Что такое Goodwood? На некоторых моделях я увидел такую наклейку. Goodwood – это такая некая премия, учрежденная журналом Transport Snowboarding. Это такой американский журнал, который посвящен сноуборд-культуре. В Америке он достаточно старый и очень авторитетный этот журнал. И, собственно, премия Goodwood была учреждена этим журналом в 1999 году. И смысл этой премии заключается в том, что определенное количество райдеров... Ну, вот на тот момент это, по-моему, было 18 или 15 человек. Они тестировали доски до 400 долларов и выше 400 долларов. На сегодняшний день, конечно, спустя 18 лет, конечно, скажем так, эта история разрослась. И там уже принимает порядка более 40 райдеров со всей планеты. Они тестируют доски. Там лучшая парковая доска, лучшая универсальная доска, женская доска. Премия, скажем так, Goodwood, она чем хороша, что каждый год ты не знаешь, какие доски туда войдут. И нету каких-то таких лидеров. То есть, каждый год, скажем так, определенные какие-то сюрпризы у нас ожидают. И, собственно, такая наклейка, как вы видите, на доске наклеена оранжевого, она в основном цветом. То есть, она свидетельствует о том, что доска получила определенную, скажем так, номинацию у этой премии. На сайте Transverse Noboarding, соответственно, можно ознакомиться с полным списком, какие модели выиграли, какие модели получили, собственно, эту номинацию. Парковая, фрирайдная доска, универсальная и так далее. Дальше, вот, продолжаем. Тоже такой вопрос интересный. Скажите, пожалуйста, чтобы кататься на VXR-фе, нужен ли жилет? Мое мнение, мое мнение по этому вопросу такой, что я считаю, что жилет нужен. Если изначально человек новичок и только встает на VXR-ф, жилет очень нужен, потому что в любом случае любая активность на воде, без предварительной какой-то тренировки, подготовки, она, конечно, имеет какие-то свои, скажем так, ну, нюансы. Человек едет на VXR-фе, делает трюк, даже такие люди, скажем так, с большим опытом, убрался, выплывает, у него разбит нос, потому что ему доска выпрыгнула в нос. Поэтому все, что угодно, на самом деле, может быть на воде, за катером, опять же, на хороших скоростях, как ни крути, то есть, там, ну, достаточно большие тоже, скажем так, скорости. Поэтому я считаю, что жилет нужен, и, собственно, если вы даже посмотрите большинство видео, ну, американских, опять же, видео, там, ну, большинство прорайдеров катаются также в жилете. Нет, это, конечно, все круто, фан, здорово, но я считаю, что если человек, как говорится, не уверен в своих силах, новичок, то лучше все-таки по первому, скажем так, разу, по крайней мере, жилет использовать. Да, конечно, он там сковывает движение, может быть, еще какие-то нюансы, но я считаю, что все-таки жилет вещь необходимая. Итак, друзья, давайте дальше продолжать наши вопросы. На самом деле, куча интересных вопросов, куча мощных вопросов, собственно, действительно, разные вопросы, как такие технические, действительно, сложные. Так вот, есть, например, вопросы очень, ну, интересные, ну, может быть, конечно, со стороны, собственно, человека, который задает вопросы, это, действительно, ну, глобальный для него вопрос. Ну, вот, например, смотрите, пишет человек. Скажите, пожалуйста, я себе купил комплект сноуборд, крепление и ботинки начального уровня. Могу ли я на таком комплекте поехать в горы? В любом случае, все оборудование, которое делается, оно делается для катания в горах. Понятно, конечно, что есть там парковые какие-то доски для парка и так далее. На любом комплекте вы можете ехать, смело говоря, и в горы, и куда угодно. Уровнем роста вашего катания вы уже сами начнете в каком-то, скажем так, смысле осознавать, что, допустим, вы уже сами начнете понимать, что, допустим, более мягкая доска, да, на которой вам было удобно и комфортно кататься, например, в Подмосковье. Ну, простой короткой трассе, более такой с небольшим углом наклона. У вас все устраивало, то есть, все супер. Но когда вы оказались в горах, и скорость стала выше, и время спуска увеличивалось, и уже вы понимаете, что оборудование в каких-то моментах уже начинает, скажем так, вас отжимать. А одежда, в которой вы себя чувствовали отлично комфортно в Подмосковье, в горах уже в каких-то моментах тоже начинает немножко уставать. Поэтому, конечно, собственно, в этом и разница, да, то есть, топового оборудования от более простого, что, конечно, во-первых, уже оно рассчитано на более мощное, скажем так, агрессивное использование. И оно, конечно, имеет, собственно, вот эти все технологии, которые используются в дорогих, как бы, скажем так, вещах, они помогают, делают катание более комфортно, чем более простое оборудование. Вот такой, как бы, скажем так, ответ. Друзья, ну вот, собственно, такие вопросы были сегодня у нас в обзоре. Надеюсь, что вам моя, скажем так, информация была полезна. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч. Пока!